Всем здорова! С моего последнего катания на улице прошло менее 24 часов и мы с Русланом снова идем кататься стрит. Мы направляемся в сторону какого-то неизвестного для нас спота. Находится он в Голосеевском парке. Говорят, там расчистили снег и, возможно, там получится покататься. Надеюсь, что реально получится, потому что я не хочу, чтобы получилось так, как тогда, когда мы приехали на звезду. Поэтому, ребят, давайте не будем много говорить. Я хочу покататься. На улице, кстати, сегодня холоднее, чем вчера. Но это не важно, потому что скейтбординг ждет. Поехали! Короче, ребят, я удивлен. Спот, вы просто посмотрите, какой офигенный. Здесь есть, можно сказать, практически все. Первое, это три ступени. Вот еще три ступени, то есть можно снять линию. Сделал тут трюк, потом поехал, там сделал трюк. Возле этих трех ступеней можно еще придумать что-то на этом блоке, то есть, например, ноуз-менуал, который я сегодня планирую сделать. И еще что-то, неважно, порой же. Флэт, в принципе, неплохой, стыков практически нигде нет. Вот еще семь ступеней, но на них нужно щелкать заранее, потому что здесь клитка положена не лучшим образом. Либо она просела, я не знаю. Ну, короче, спот реально очень крутой, здесь можно что-то придумать, грани натереть, например. Конечно, эта грань очень маленькая, но если вот эту натереть, будет очень неплохо. Кстати, сегодня видео посвящено мне, потому что в этом видео буду катать я, а не в ладон. Как ты к этому относишься? Прикольно, я хоть отдохну, буду просто оператором. Побуду в твоей шкуре. Поменялись ролями, короче. Да, и потом напишите в комментариях, кто лучше снимает, я или Руслан. В моем ответ очевиден. Ну ладно. Кстати, не забудь за моих друзей, настоящих профессионалов своего дела, у которых огромный выбор спортивных дисциплин и самые высокие коэффициенты. Ссылка в описании. А сейчас небольшое интервью, узнаем, сколько Руслан катает. Катаю я полных 2 года. Ну, может, с копейками, 2 года с копейками. Начал катать в летом, в конце лета 2016 года, но получается это 2-2,5 где-то. На каком размере доски ты предпочитаешь кататься? Ну, как ты видишь, это 8,5 доска, траки 149, индики. Вот как-то так. В принципе, 8,38 мне подходит и 8,5. 8,5 тут, конкретно сейчас. А раньше ты на каких деках катался? На 8-ерочках. Не, а потом 8,25, потом Борн 8,125, потом 8,5. Это 8,5 самое удобное для меня. Теперь, думаю, самое время Руслану показать, на что он способен, что он выучил за эти 2-2,5 года. Давай начнем с трех ступеней Олли, а потом, если захочешь, можешь еще к тем ступеням приехать сделать Олли. Ну, давай. Давай. Напишите в комментах, как вам Олли и Руслана. Кстати, не хочешь потом 7 взять ступеней? 7, если будет нормальные 7 ступеней, то спокойно. Ну, вот эти 7. Ну, там стрелый подъезд, но я попробую. Теперь давайте пару флэт-трюков чисто для контента. Это лучше. Я думаю, у нас вперед. Нормально было. Мне понравилось. А тебе как? Бля, это жест. А ты наку вторую поставил или на воздухе сразу было? Она у меня вот так была. Бля, приклад. Ты видел этот хил? Бля, я это снял. Не бой. Ну, почти. Ну, почти. Я видел его жестко. Ту-яр скейт прогрессион. Что дальше? Жесткая грань освоил за 2 года. Это хорошо. Это радует. В общем, давно хотел на самом деле на этих траках поскользить. Именно не по железным граням в скейт-парках крытых, а именно по бетону, по камням. А, ты же взял оси и не успел нормально покатать. И вот только сейчас начинаю типа их стирать. Сейчас грань уже посолиднее. Конечно же, вы видите, что уже выше пятки, да? А здесь особенно, когда сходишь уже по колено. Так что Руслан сейчас взорвет вход. Это чтоб ты понимал, насколько грань натертая. Ну, короче, давай так. Засчитываем, потому что она вообще не скользит. Тут очень жесткие стыки, в которые доска попадает. И все, просто топори. Так, вот, все. Все, я сейчас тепло. Она просто не выходит со стыка. Ну, все, так что нормально все будет. Ну, типа, грань сама по себе как бы не очень, но... Но я умею. Чтобы вы понимали, мы с ним катали в детстве в Мелитополе, и мы в итоге в Киеве встретились. Тупо нежданчик. Насколько маленький мир? Сейчас буду, короче, прыгать с 7 ступеней, или сколько тут? Я просто считать не умею. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, 7 считай. Ну, 6-7. Ну, они типа длинные. Да, они длиннючие, пиздец. Где-то вот такие вот полости. Сколько? Вот, вот. Высота маленькая, но ступени длинные, поэтому будет ему достаточно сложно. Но я думаю, что за два года Руслан уже превращился. Можно было и научиться, в принципе. Да, так что думаю, пора, пора. Хорош. Да не, хода едешь. О, хорош почти. Бля, ну, в стену было смешно. Легкие, легкие. Детские, чисто. Все, детский сад, все детские ступени. Пошло. Такие же ступени, как и те, с которых мы прыгали. Там приятнее. Бля, опасно. Очень. Почти, но, не, это не считается. Ну, подписчики засрут такое, если я это оставлю просто последним трюком. И дощемают, да? Да, да, да. Так, ну, что машины, бля. Вы, бля, вы, бля, вообще. Все, заебись. Все, заебись, прям офигенно было. Вот это можно вставлять, это подписчикам понравится. А не длинные, бля. Я сомневался, что долетишь. А лететь как? Лететь долго. Просто на тех ступенях, с которых мы с Максом прыгали, они были длинные, летишь дофига. А в этих, я не знаю, я все их не прыгал. Короче, чтобы не высоко выщелкивать, а вот именно как вперед вылетать. Ну, так его потягивает просто. Я, типа, даже не старался высоко выщелкнуть, чтобы просто дальше лететь. Блядь, нолички, нолички. Макс, давай еще раз. Это просто мой трюк. Царские фифты по царской грани. Просто вот. Скучно, как скутерская грань и скутерский спот. Ну, на самом деле, реально, я видел, как тут скутеры катаются. Я когда ехал на автобусе, и, типа, какие чуваки на насосах врывались. Каков итог этого видео? Я понял, какого быть оператором. Это достаточно сложно, потому что холодно снимать зимой. По крайней мере, сложно снимать на улице. Руслан показал свой скилл, но, кстати, он еще показал не все. На самом деле, он имеет гораздо больше, просто здесь холодно, спот еще такой, Руслан вырывается гораздо жестче, чем то, что вы увидели. Да, были бы перилы. Как-нибудь поедем в гавань, короче, по-любому снимем, типа, перилы, фифты какие-нибудь по перилам. Вот именно. Потому что еще грани есть, перилы, по которым Руслан нормально уже врывается. А мы этого не можем показать, потому что банально здесь негде. Ну и поэтому ждите новый видос. Наверное, уже очень скоро вы это все увидите. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео. Лайки, дизлайки, комментарии. И подписочка на инсту, между прочим. А, да, точно, ссылочка на инсту. Удос на лице, на лице, на лице. Бля, спасибо. Нажимайте на колокольчик для того, чтобы первыми увидеть мои новые ролики. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok